Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в хостеле Art Hostel Taurus, который называется. И он находится в самом центре города Братиславы по улице Замоцка, 24. Значит, вчера я сюда приехал и где-то часа три ходил, искал гостиницу дешевую, в которой можно остановиться. И самый дешевый вариант, который нашел, это вот это место. Здесь как бы не номер, здесь идет как типа общаги, то же самое, что было в Варшаве, но сама обстановка намного чище. Ну а сейчас я вам покажу завтрак, который сюда входит. Сейчас сколько? Девять часов утра. Вот, пришлось встать, чтобы позавтракать. Сейчас я вам покажу, в общем, что сюда входит и вообще покажу, что здесь к чему. Значит, здесь такая чистая, в принципе, обстановка везде. И утром позавтракать можно вот это вот. Я думаю, понятно, написано масло. Это, скорее всего, мед. Тут хлеб, тостеры можно самому делать, чай делать. Это я не знаю, что такое тоже. Что-то с ягод и желе какой-нибудь, наверное. Также входит сыр. Вот эти вот какие-то воздушные штучки непонятные. Помидоры, огурцы. Разные чаи, фруктовый, лимонный и просто черный чай, какао. Чуть-чуть полежавшие яблоки и вот такие вот штуки. Вот. Сам отель очень даже чистый. Я здесь хожу практически в этих носках. Единственное, что здесь везде понапичка на камерах. И такое ощущение, что этот хостель создавался. Вон еще одна камера, кстати, моя сейчас произойдет. Я знаю, она там сидит на рецепшене и смотрит. Вот. Такое ощущение, что этот отель создавался каким-то продюсером реалити-шоу типа Тома-2. Или же спецслужбами. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот здесь еще кто-то мы же говорят на русском языке. На русском говорите, да? Вчера просто кто принимал на русском не говорил, поэтому... Я говорю. Можете чуть-чуть нам рассказать об этом заведении? Ну, ему только несколько месяцев. Здесь в январе будет проводиться специальный музыкальный проект. Музыканты с разных стран будут съезжаться сюда. Так что будет интересно. Приезжайте. Это в январе? Да. Хорошо. Такой вопрос. Почему столько много камер здесь стоят? Это продюсер какой-то открыл этот? Нет. Чтобы Дом-2 как реалити-шоу делать, нет? Как у Фу. Нет. Нет. И почему столько вот это есть? Знаете, как на всякий случай. На всякий случай. На избежание проблем. Понял. Вот я был сейчас, когда ехал, в Варшаве приезжал, тоже место, где ночевать надо, как здесь. Ну, в смысле не номер, а как это называется? Койка или место. Ну, в общем, койка-место. Вот. И там абсолютно нету никаких камер. В любое время ночью приходишь, сам зашел, пришел. Ну, просто я спрашиваю, почему. Также интересный вопрос, почему такое огромное количество, как мне, по крайней мере, показалось, по сравнению с другими. Вот я сейчас еду уже сколько, полтора месяца, разные отели, гостиницы посещаю. Большое количество вот этих вот заполнений, бумаг. Требуют. Требуют, да? То есть откуда, где, то, что... Так вот, ну, нет, это... Это кто так усложнил? Это кто требует? Правительство. Правительство. То есть они все-таки собирают данные. Все данные. Кто приезжает, зачем приезжает. Да, действительно, заставляют, заставляют все эти бумаги писать. То есть это получается, что здесь, в Словакии, я правильно говорю, Словакии? Да. Здесь, в Словакии, везде, во всех отелях, если ты въезжаешь, ты должен вот такие вот бумаги полностью, как бы, заполнять. Так же, нет? Я не знаю, во всей Словакии, но вот в Братиславе так тоже. В Братиславе, точно. Окей. Как зовут вас? Карина. Карина. А вас? Анзор. Анзор. У нас, может, Анзор ТВ, это мой сайт, я туда выкладываю, так что, может, если что-то будет интересно посмотреть. Ну, скажем спасибо Карине и пойдем дальше. Сейчас я вам покажу номер. Вот здесь номер закрывается, то есть дают ключи, это тоже хорошо, чтобы не возникло никаких проблем. Значит, вот такие вот кровати, здесь очень даже довольно чисто, красиво, опрятно, то есть никаких таких проблем нет. И, конечно, вот моя кровать, и, конечно, что радует, что, как и в Польше, в принципе, нету никаких соседей. Хотя, с другой стороны, это не радует, потому что можно было пообщаться, поговорить, познакомиться с новыми людьми. Но, когда ты сильно устаешь, то бывает уже не до этого. Кроме всего этого выдается отдельный ящик. Вот он, номер один мой. Куда ты можешь клеить свои вещи, чтобы, если ты уходишь, никто не покусился. Я сюда положил компьютер, куртофан, повесил сушиться носки, потому что не знаю, где их вешать. И, в общем-то, вот такая ситуация. В отличие от Польши, где была такая же ситуация, здесь, конечно, намного чище, и в Польше не было вот такого ящика. Вот. Ну что, друзья, смотрите отзор ТВ. Мы сдвигаемся дальше в Солнечную Калифорнию. Как вы увидите, везде есть свои плюсы и есть свои минусы. Пока.